Слушай, а мне точно нужно рассказывать про этот фильм? Конечно же нужно. И не забудь рассказать про спойлер. Да, дорогие друзья, для самых любопытных, или для тех, кто просто не хочет или не может пойти в кино, но им интересно, в чём там суть, в конце данного ролика будет спойлер, о котором я само собой предупрежу. Поехали! Всем привет и добро пожаловать на канал Конг. С вами Кин и рубрика «Сходил я, значит, на...», где я постараюсь коротенько рассказать своё мнение о фильме, на который сходил. А сходил я, значит, на «Мы». Для начала вкратце про сюжет. Фильм расскажет нам о семейке Уилсон, которая приезжает отдохнуть за город. Но отдых омрачают незваные гости, а именно семейство Уилсон. Только вот более злая версия. Кто вы, люди? Это мы. А вот кто они такие, что вообще происходит, вы уже узнаете из фильма, который, если честно, оказался не тем, чем я ожидал. А ожидал я мощный хоррор со скримерами, саспенсом и интересным сюжетом. Вот, выкидываем отсюда хоррор, скримеры, добавляем немного юмора и как раз получается фильм «Мы». Вообще, Джордан Пилл очень грамотно сбалансировал саспенс и юмор. Таким образом, что в зале стояла то гробовая тишина от напряжения, то смех. Безупречный баланс. Эталон гармонии. Также, что в принципе и неудивительно, можно заметить, что фильм довольно сильно похож на «Прочь». Того же Джордана Пила. Но всё же, повторюсь, в «Мы» более выдержанные напряжённые сцены и больше чёрного юмора. Также я лично о тебе хотел бы сказать пару браво. Первое браво Джордану Пиллу за разумное, интересное и, скажем так, уместное объяснение происходящего. Например, мне дико не понравилось объяснение происходящего в фильме «Знамение». Сам фильм для меня был интересным, загадочным, интригующим, с магией чисел. А виноваты во всём пришельцы. В «Мы» же, как по мне, объяснение вписывалось в контекст происходящего и было уместным, что ли. Второе своё браво я скажу актёрскому суставу. И, в частности, Лупитиньонга. А браво же им за то, что, грубо говоря, глядя на одного и того же актёра в кадре, ты видишь, а главное, веришь, что это абсолютно разные люди. Со своими проблемами и тараканами в голове. А теперь, дорогие друзья, время спойлеров. И всем, кто не хочет знать, в чём здесь соль, я говорю пока. А если же видео вам понравилось или оно было вам полезным, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заглядывайте в группу ВК и Инстаграм. Ссылочки будут в описании. Также делитесь в соцсетях своими рецензиями с хэштегом «Сходил я, значит, на». А у нас время спойлеров. Так, предупрежу сразу, что я всё сильно упрощу и скажу только суть замеса. А суть такова, что некое правительство уже давненько нас клонировало. Для управления, слежки и прочего, так как все клоны на подсознательном уровне связаны с оригиналами. Жили же эти клоны под землёй, в неком бункере. И со временем про них просто забыли. Или же забили в надежде, что те просто умрут. Но благодаря клону Аделаиды, все остальные клоны организовались и приготовили план мести. А самый финальный твист это то, что... Всё это время в нашем верхнем мире жил клон Аделаиды. А настоящая жила вместе с клонами и готовила план мести. И на самом деле всё вот это объяснение в фильме показано как раз-таки довольно жутко. Вот, в принципе, и весь спойлер. С вами был Кин. Всем большое спасибо за просмотр. Повторяться не буду. Лайк, подписка, ВК, Инстаграм. Ссылочки будут в описании. Если вам, конечно, всё понравилось. А я же вам пожелаю только интересных сюжетов. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok